2 октября в Турции пропал журналист американской газеты The Washington Post Джамаль Хашоги. Он исчез после того, как вошел в здание Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти утверждают, что Хашоги убили саудовские агенты прямо в здании ведомства. Причиной стала деятельность журналиста. Он известен своими критическими работами в адрес нынешнего правительства страны и наследного принца Мухаммеда Ибн Салмана. У Стамбула якобы есть неопровержимые тому доказательства, которые там пока обнародовать не могут. В частности, речь идет об аудио- и видеозаписях. Имя турецкая администрация уже поделилась с американскими коллегами. В связи с этим сенаторы, активисты и политики в США требуют ввести санкции против Риада. Глава Белого дома Дональд Трамп пока не спешит принимать поспешных выводов. Ведь на кону стоят многомиллиардные контракты Саудовской Аравии на поставку вооружений. Мы непременно выясним, что произошло. Если окажется, что власти Саудовской Аравии причастны к пропаже и предполагаемому убийству журналиста, США готовы ввести суровые меры. Нам есть из чего выбрать. Однако не стоит забывать, что нам не хотелось бы разрывать контакты с Риадом. Речь идет о 110 миллиардах долларов, 500 тысячах рабочих мест. Есть опасность, что мы навредим себе больше, чем Саудовской Аравии. Во Франции, Канаде, Германии и Великобритании высказали свое беспокойство по поводу случившегося. Европейские страны сделали совместное заявление, в котором требуют установить правду и провести независимое расследование. Соответствующий документ уже отправили властям Саудовской Аравии. По данным британского издания The Independent, сейчас МИД страны разрабатывает возможный санкционный список, в который войдут ряд силовиков и чиновников Саудовской Аравии. Никто из нас пока не знает, что произошло. Однако пропажа журналиста вызывает сильные беспокойства во всем мировом сообществе. Поэтому нам необходимо сотрудничать, в том числе и с Саудовской Аравией. На данный момент только они могут пролить свет на происходящее. Если они и дальше будут утверждать, что убийства Хашоги не было, где он тогда? Мир хочет знать ответ на этот вопрос. Саудовская Аравия, в свою очередь, опровергает обвинения и обещает ответить на любые политические и экономические угрозы еще более жестко. Как именно, однако, пока не уточняется. Ее поддерживают Бахрейн, Ливан и Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, сегодня стало известно о том, что Эриад наконец открыл доступ к Генеральному консульству в Стамбуле и разрешил турецким властям провести там обыск. Позиция, которую занимает Королевство Саудовской Аравии в арабском и международном обществе, ставит ее в разряд центральных государств, ответственных за регион и успех арабских интересов. Компания, которая предпринимается, создает угрозу безопасности в регионе и ведет к изменениям. Цель – это Саудовская Аравия, а не желание раскрыть правду. Выбросьте свое утверждение. Мы с ней всей душой. К слову, в стране уже ощущается последствия скандала вокруг урапажи журналиста. Фондовый рынок Саудовской Аравии в первый день недельных торгов показал значительное падение. Индекс Саудовской фондовой биржи снизился сразу на 7%. Более того, в знак протеста и бойкота ряд влиятельных компаний, бизнесменов и представителей СМИ отказались принимать участие в инвестиционном форуме Future Investment Initiative, который должен пройти в Ириаде 23 октября. В их числе CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC и Bloomberg. Миллиардер Ричард Брэнсон заявил о заморозке инвестиций в саудовскую экономику на сумму в 1 миллиард долларов. Сергей? Женя, насколько реально введение санкций в отношении Р-ряда к Вашингтонам, если учесть, что саудиты собираются покупать вооружение на 110 миллиардов долларов у штатов? Сергей, это сложный вопрос. Очевидно, что США не спешат принимать решения. Сейчас только стало известно о том, что Дональд Трамп отправит государственного секретаря Майка Помпео на встречу с саудовским королем. Но, с другой стороны, учитывая давление со стороны сенаторов, вероятно, все же остается высокой. Поживем, увидим. Дональд Трамп сейчас между молотом и наковальней находится. Совершенно верно. Спасибо, Женя. Через несколько дней в Рюсселе начнет свою работу.